Спасибо нашим левитам, музыкантам за прекрасное прославление, слава Богу. Рад приветствовать, дорогая церковь. Давайте мы на короткое время поднимемся, помолимся за слово, которое есть перед нами. Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы можем сегодня быть в Доме Твоем, за присутствие, которое мы можем переживать, за мир Твой, Господь. Просим, благослови и дальше это служение Дух Святой. Прославим Иисуса и послужи нам сегодня, послужи каждому человеку сегодня на этом месте, Господь. Благослови Слово Твое, оно не бывает тщетным, но исполняет то, ради чего Ты его посылаешь. А Тебе одному мы на этом месте воздаем честь, славу и хвалу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте славу Богу мы вас дадим, можем присаживаться. Для меня сегодня огромная честь делиться Словом Божьим, проповедовать. Знаете, я хотел бы сегодня поговорить с нами на тему о выборе, о важности выбора в нашей жизни. Когда мы идем за Богом, очень важны эмоции в нашей жизни. Когда мы приходим на служение, когда мы приходим в Дом Божий, здесь мы ощущаем мир, радость. Может быть, кто-то пришел первый раз, вы не все понимаете, но мы чувствуем в Доме Божьем хорошо. Аминь. В Доме Божьем хорошо. Когда мы в церкви, когда мы вместе собираемся, славим Бога, мы чувствуем хорошее, доброе переживание. Знаете, эмоции могут быть разными. И они могут быть положительными, могут быть негативными. Но следование за Богом нельзя строить только на одних эмоциях. Следование за Богом, оно строится на серьезных, глубоких, внутренних таких решениях. И сегодня я хотел бы, знаете, каждый день мы принимаем какие-то решения, идти за Богом, служить Ему, поклоняться Ему. Но есть моменты, когда особенный выбор стоит, когда особенная глубина этих решений, такие кардинальные решения. И сегодня об этом я хотел бы поговорить. Тема моей проповеди я назвал так «Бог или» – три точки. Три разных решения, три разных экзамена. Мы посмотрим сегодня на примере жизни Иосифа. Я верю, что это слово послужит для нас сегодня. Итак, «Бог или». Давайте мы откроем Бытие 37 глава и прочитаем с 1 по 4 стих. Бытие 37, 1-4. Иаков жил в земле странствования отца своего в земле хананской. Вот житие Иакова. Иосиф в 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отреком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли с ним говорить дружелюбно». Итак, первый экзамен, с которым столкнулся Иосиф в своей жизни, я назвал так. «Бог или беззаконие? Или экзамен на святость?» «Бог или беззаконие? Или экзамен на святость?» Знаете, я думаю, что кто знает историю об Иосифе, мы могли бы сказать, «Ну, Иосиф сдавал экзамен на святость, когда он отказался иметь близкие отношения с женой Патифара». Но знаете, этот экзамен на святость, на победу над беззаконием, Иосиф переживал еще будучи в доме своего отца. Мы прочитали место из Слова Божьего, которое немножко приоткрывает нам жизнь Иосифа. Ему было 17 лет, он жил в доме отца. И знаете, когда мы читаем, каждый раз читал эту историю, и может возникнуть такая картина, что Иосиф — это такой любимчик отца, мажор, знаете, по современному молодежному можно назвать. Ходит в брендовой одежде, отец купил ему что там, я не знаю, на то время, какую-то израильскую дольчий габану, да? Он хорошо одевается, он ходит, у него как бы там хороший телефон, все нормально. И Иосиф подстукивает на своих братьев. Знаете, Библия так мягко говорит, доносит худые слухи до отца, да? Знаете, можно так посмотреть на эту историю, но недавно я, читая эту историю, посмотрел немножко под другим углом. Знаете, Библия говорит, Иосиф доносил худые слухи до отца. Видимо, у Иосифа были основания что-то негативное рассказать про своих братьев. Видно, братья Иосифа жили не совсем святой, праведной жизнью. Или сказать простыми словами, скорее всего, братья Иосифа занимались определенными беззакониями. Знаете, если братья Иосифа были готовы продать его в рабство, были готовы убить его, были готовы обмануть своего отца, для них это не составляло никакой трудности. Значит, эти уже, скажем, поступки, они где-то переступили, для них это не было в новинку. Значит, уже они стали на стезю беззакония, на стезю неправды. И заметьте, когда Иосиф, он стал перед выбором, кому ему быть верным. Быть верным жизни братьям, быть верным то, как они живут принципом, которыми они придерживаются, или быть верным своему отцу. Перед Иосифом стал первый экзамен – Бог или беззаконие, или экзамен на святость. Иосиф принял решение – я буду стараться быть верным, веря моего отца, тем принципом, который исповедует мой отец. Заметьте, что в этой ситуации Бог или беззаконие Иосиф ставил перед выбором – быть верным братьям или быть верным своему отцу. Знаете, сегодня в нашей жизни мы тоже можем сталкиваться с подобным выбором. Каждый из нас, кто-то, может быть, попал в какую-то плохую компанию, перед нами может быть ставить такой выбор. Может быть, ты попал в компанию сплетен, где какие-то сплетни, где какие-то обсуждения церкви, ты становишься перед таким выбором – Бог или поддерживать это беззаконие. Знаете, у нас на нашем саду в этом году немного уродили персики. И вот когда мы их срываем, некоторые такие, ну, скажем, хорошие, а некоторые маленькая уже как бы есть гниль на них сбоку. Если персик с маленькой гнилью положить рядом с другими хорошими персиками, знаете, что на утро происходит? Они все похожи на вот этот один с маленькой гнилью. Его нужно быстро, вовремя удалить из, скажем так, этого общества, и тогда другие персики, они смогут сохраниться. Знаете, почему, например, меня иногда возмущает, почему, когда в нашей церкви кого-то мы исключаем за грех явный, и человек продолжает дальше делать грех беззаконие, он не меняется, но некоторые люди продолжают общаться с такими людьми. Знаете, это опасно. Эта гниль, которая есть, она может заразить нас, она может заразить нашу жизнь. Библия говорит, вообще не не общаться с грешными людьми, но Библия говорит, не общаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, нечестивым, делает какое-то беззаконие. Если мы делаем эти вещи на нашу жизнь, так же придут эти проблемы. Знаете, Иосиф сделал свой выбор. Знаете, за свой выбор Иосиф оплатился. Братья его продали в рабство, хотели убить, но продали в рабство. Иосиф заплатил цену за то, что выбрал Бога, а не беззаконие. Знаете, я хотел бы сказать такую важную вещь. Все люди, мы кому-то или чему-то верны. Неверных людей нет, все люди чему-то верны. И есть местописание, которое мы знаем, Библия говорит, будь верный в малом и поставит Бог тебе над многим. Знаете, часто мы полкуем это местописание о том, что будь верный в том, что тебе доверено и Бог тебя благословит. И это так и есть. Но есть и другое понимание этого местописания. В одном из переводов написано, будь верный малому. Мы не можем быть верными всему и всем. Мы должны для себя определиться, кому и чему я верен. Я для себя должен принять решение, я верен Богу, или я верен беззаконной компании, я верен каким-то своим похотям, я верен какой-то своей нечистоте. Нет, для каждого из нас мы должны сделать этот выбор. Верный малому. Верный малому. Знаете, я хотел рассказать один пример. Я так расскажу его заавулированно, чтобы не высчитали, кто это. И много лет назад ко мне обратился один человек. Хочу, забегая наперед, сказать, что сегодня это очень хороший, благословенный, помазанный служитель. Он пришел с такой ситуацией. Он работал на одной фирме, на одном производстве. И они продавали определенные промышленные детали. Я так обтекаемо рассказываю, чтобы не было возможности вычислить. Знаете, если кто-то там в Ютубе сейчас говорят, напишите в комментариях кто-то. Не надо так делать, братья сестры. И, знаете, он пришел с такой позицией. И он говорит, я работаю на этой фирме. Там работали неверующие люди. И они эти детали продавали официально и продавали налево. Чуть-чуть. Так, немножко. И он говорит, я тоже попал в это обольщение. И немножко деталей я тоже начал продавать налево. Знаете, христианская совесть еще не была потеряна. Она была жива. Не поменял ее в третьем классе на пенал. И, знаете, все было хорошо. И он пришел, и совесть его грызла. Он говорит, я не могу жить спокойно. Я делаю беззаконие. Я говорю, а что ты бы хотел? Он говорит, я хотел бы от этого избавиться. Я хочу идти за Богом. Я хочу служить Богу. Знаете, мы молились вместе с ним. И он принял для себя решение. Я пойду. Я признаюсь. Если нужно будет возвратить все, я верну. Я хочу выбрать Бога. Знаете, когда он пришел к своему начальнику, он рассказал о том, что в жизни ему есть такое беззаконие. Немножко детали он продал как бы в другую сторону. Начальник полностью посчитал всю сумму, которая как бы была озвучена. Плюс добавил. И этому человеку пришлось все полностью отдать, все полностью вернуть. Ему не скостили ни одной копейки. Знаете, он вернул все, что был должен. Он вернул все, что было, где сделано было неправда. И знаете, через время он почувствовал, как отношение с Богом, как близость с Богом, она вернулась в его жизнь. Знаете, когда мы выбираем, Бог или беззаконие, дело правильный выбор. Да, мы можем за это поплатиться, как поплатился Иосиф. Он был продан в темницу. Но Бог будет с нами, и Бог нас благословит. Итак, первый экзамен. Бог или беззаконие, или экзамен на святость. Второй экзамен. Мы читаем Бытие, 39 глава. Читаем эту историю дальше. Иосиф уже продан своими братьями в рабство. Они помиловали его, не убили, продали в рабство. Иосиф попадает в Египет. Его покупает там в Египте, как раба. Покупает царедворец, египетский патифар, уважаемый, богатый человек. Покупает его в свой дом. И вот мы читаем Бытие, 39 глава, с 1 по 9 стих, что происходит дальше. Иосиф же был отведен в Египет и купил его из рук израилетян, приведших его туда египтянин патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина». Заметьте, Библия говорит, Бог был с Иосифом. Правильное решение, правильный выбор Иосифа имел последствия. Самое главное последствие – Бог был с Иосифом. «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа». Братья и сестры, я хочу сказать, что ради нашей верности, когда мы верны Богу, где бы мы ни работали, учились, жили, Бог сильный благословлять ради нашей верности те места, где мы находимся. И было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом, и обратила взоры на Иосифа жена Господина его, и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене Господина своего, «Вот Господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме всем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю себе великое зло и согрешу перед Богом?» Второй экзамен, который сдавал Иосиф, я назвал его так, «Бог или выгода». Бог или выгода – это экзамен на ценности. Знаете, это можно сказать, и экзамен на беззаконие Иосиф сдавал, но он сдавал его раньше, это был экзамен на выгоду. Почему? Знаете, когда Иосиф попал в дом Патифара, он попал в египетскую цивилизацию, и там было все устроено. Это была сильная экономическая страна того времени, передовая экономика, все возможности. Иосиф попадает, знаете, с Израиля, с полей, с, скажем так, с пустыней, он попадает в развитую цивилизацию. И, знаете, он видит колесницы, он видит шикарную жизнь, он видит какие-то возможности. И я думаю, ему, как молодому человеку, скорее всего, может быть, тоже хотелось иметь это нормальные вещи. И вот к нему с предложением приходит жена Патифара, и ему нужно только иметь с ней взаимоотношения, и перед ним открываются все возможности. Перед ним открывается, знаете, его сразу обеспечат и материально, и найдут ему какую-то должность, и в его жизни будет сразу материальный успех, успех, материальное благо. Но Иосиф, он также отказывается от этого. Иосиф сдает экзамен, он выбирает невыгоду, он выбирает не просто временные какие-то материальные блага, он выбирает свои отношения с Богом, он выбирает служение Богу. Знаете, можно сказать, хорошо, какие сегодня материальные блага, о какой выгоде можно сегодня говорить? На улице идет война. Сегодня многие люди, они потеряли свое жилье, они кому-то трудно устроиться на работу, кто-то оставил все и является переселенцем. Сегодня не время говорить о выгоде. Но знаете, когда мы говорим о выгоде, мы говорим не просто о роскошной жизни, мы говорим, когда мы ставим материальные ценности на первое место в своей жизни. Знаете, можно не стремиться к мега-роскоши, но просто желанием иметь простую обычную работу или снимать простую квартиру, поставить это на первое место и отодвинуть Бога и служение Ему на второй, третий, четвертый план в своей жизни. Знаете, я всегда говорю такую простую фразу, если мы поставим Бога и служение Ему на первое место, все остальное будет на своем. Бог благословит нас. Мне нравится это место и Слово Божие, где написано, ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, а все остальное приложится. Заметьте, там не говорится, ищите только Царство Божьего, ищите одного Царства Божьего. Говорится о приоритетности, ищите прежде Царство Божьего. Может быть, ты приехал, да, тебе нужно работать, тебе нужно снимать квартиру, тебе нужно обеспечивать семью, но если мы поставим Бога и служение Ему на первое место, Бог обо всем позаботится и Бог нас благословит. Знаете, я наблюдал, когда началась война и военные действия здесь у нас, и было так трудно, многие люди уехали, кто-то оставался, и со многими людьми я был в телефонных разговорах. Знаете, я заметил одну общую тенденцию. Все, кто любили Бога, все, кто искренне Ему служили, Бог о каждом заботился. Каждый говорил по-разному, по разным подходам, разными методами, но Бог старался заботиться о каждом. Кто-то уехал туда, кто-то туда, кто-то остался здесь, но ни один человек не остался без Божьей заботы, без Божьей поддержки, без Божьего благословения. Когда мы делаем правильный выбор, когда мы ставим Бога и служение Ему как ценность номер один, Бог благословляет нас. Знаете, я хочу сказать простое откровение. Иосиф в своем деле, он был верный, он был честный, но Иосиф не служил Дому Патифара. Иосиф служил Господу Иисусу Христу. Иосиф служил Богу. Братья и сестры, знаете, когда я тоже читал, меня всегда это местописание, оно беспокоило, Библия говорит, нельзя служить Богу и Мамоне. Библия не сравнивает и не ставит, скажем, на чашу весов Богу и блуду, Богу там и воровству. Именно ставится на чашу весов Бог и Мамона. Мамона это материальный мир, это Бог материализма. Именно это конкурирует со служением Богу. И знаете, я думал, так хорошо, если нельзя служить Богу и Мамоне, то нельзя работать, нельзя вести бизнес. Работать и вести бизнес можно и нужно, но служить нужно только Господу Иисусу Христу. Кому ты служишь? Это тот, кто твой господин, кто может отдавать тебе команды, кто может давать тебе откровения, кто может направлять свою жизнь. Это тот, кому мы служим. Знаете, когда мы выбираем Бога и ставим Его на первое место в своей жизни, Бог нас благословит. Я расскажу вам один пример. Один из хорошо знакомых мне людей, это реальный пример, много лет назад он пришел в церковь, он покаялся. Он начал идти за Богом, его жизнь начала меняться. Потом в процессе пришла жена к Богу, пришли дети к Богу, началось наглаживаться отношения в семье. Знаете, так хорошо все было. И в этот момент этот человек, он работал, ездил на заработки в Москву. Знаете, еще в то время Москва это было плохо. И он работал там, он там зарабатывал, и зарабатывал немаленькие финансы. У него было, он не только работал, он работал по строительству, и у него была целая огромная бригада, с которой он брал определенный процент. Вот он работал, параллельно как бы шел за Богом, и он жил в одном районном центре, и ему было предложение. Там недалеко в селе была поместная церковь, небольшая поместная церковь, на ее служение ходило, может быть, там 20, может быть, 25 старших людей. Вот такая была церковь. Ему было предложение стать пастором этой церкви. Он был классным организатором, у него был хорошим оратором, у него получалось, как бы, доносить слово Божие. Это реально было его служение. Знаете, перед ним стал выбор, перед ним стал вопрос, чаша весов, что выбрать? Служение? Если Богу быть пастором, ему предложили старшие служителя в небольшой церкви, в селе, в маленьком, или же заработки, или возможность заработать большие финансы, а он зарабатывал на то время большие финансы. Знаете, он принял решение для себя, он выбрал второе, он выбрал заработок. Он отказался от этого предложения служения, он начал ездить на заработки, он подумал, я могу много заработать, я куплю детям квартиры, я обеспечу их хорошей учебой, я дам им все необходимое, и сделал выбор в эту сторону. И знаете, он оправдал внутри себя, он сказал, ну мы же там служим Богу, мы там будем ходить на служение, мы там расскажем про Бога другим людям, и сделал выбор в эту сторону. Знаете, прошло время, прошло, может быть, пять лет, семь лет, и сначала не было ничего, но потом в процессе этот выбор проявился. На сегодняшний день он оставил полностью церковь, жена перестала ходить, дети перестали ходить, и знаете, самое главное, он зарабатывал большие финансы, но в реальности, в жизни ничего таки нет, ничего не смог приобрести, ничего не смог иметь, все, но знаете, как вода в сито была пролита, и все ушло. Почему? Сделал неправильный выбор, не сдал экзамен. Второй экзамен, Бог или выгода, или экзамен на ценности. Когда мы ставим Бога на первое место в нашей жизни, Бог обязательно нас благословит. Знаете, Иосиф за этот выбор, он также поплатился. Следующее, что было в жизни Иосифа за этот выбор, мы знаем, он попал в тюрьму, жена Патифара обвинила его в том, что он к ней якобы приставал, и Иосиф был помещен в тюрьму и находился в тюрьме, он имел переживания. Вы знаете, Библия говорит, Бог там был с Иосифом. Прошло время, Фараону приснился сон, никто не мог его истолковать, Иосиф истолковал этот сон, и Бог поднял Иосифа, он стал вторым человеком в Египте. Верность Богу, выбор в пользу Бога, благословили жизнь Иосифа. И последнее, третий, мы будем иметь молитву. Итак, мы говорили, первый экзамен, Бог или беззаконие, это экзамен на святость. Второй экзамен, Бог или выгода, экзамен на ценности. И последний, третий экзамен, мы читаем, Бытие, 50-я глава, завершение уже этой истории, 50-я глава с 15-го по 19-й стих. Написано, уже Иосиф, премьер-министр Египта, уже умер его отец, Иаков. Братья понимают, что они пришли в Египет, так как нуждались в хлебе, и они встретились с Иосифом, понимают о том, что Иосиф имеет какие-то переживания на них, может иметь зуб на них за то, что они сделали, и они боятся за свою жизнь, и вот мы читаем, что происходит. И увидели братья Иосифа, и что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью свою завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога, отца твоего. Иосиф плакал, когда говорили ему это. Ему было больно, он имел переживания. Пришли и сами братья, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Последний, третий экзамен, который Иосиф сдавал в своей жизни, я назвал его так, Бог или боль, или экзамен на любовь. Знаете, у Иосифа были все основания иметь обиду, иметь боль, рану, и мы видим, что она у него была, когда братья с ним об этом говорили, что-то резонировало в его сердце. Он вспоминал, как они его продали, он вспоминал, как они хотели его убить, он вспоминал, как они к нему отнеслись, и внутри него была определенная боль от тех воспоминаний, от тех переживаний. У Иосифа было оправдание, у него было, знаете, как бы сказать, по-другому скажу, возможность обижаться на своих братьев. У Иосифа была возможность обижаться, может быть, даже и на своего отца, на Якова. Почему он не начал его искать, может быть, не так, может быть, он мог выжить, так как братья сказали, что его растерзал дикий зверь. У Иосифа были такие основания. Я думаю, у Иосифа могли быть основания обижаться и на Бога. Бог, я служу тебе, я выбираю тебя, то ров, то темница и так далее и тому подобное. Знаете, у Иосифа могли быть эти основания. Знаете, почему я назвал этот экзамен экзаменом на любовь? Иосиф сдавал экзамен. Кого он любит больше? Себя, свое эго, свои переживания или Бога, или Господа Иисуса Христа. Знаете, в нашей жизни мы также можем переживать разные удары, мы можем быть разочарованы, мы что-то ожидали, а так не получили. Может быть, с нами поступили где-то незаконно, где-то нас обидели, где-то нас ранили. Может быть, мы, я не знаю, семейные какие-то конфликты. Мы можем иметь эти раны, мы можем также иметь различную боль. И знаете, в такой момент мы для себя также сдаем экзамен. боль или Бог. Что мы выбираем? Что мы выбираем? Мы любим больше себя, мы любим больше свое эго, которое задето, или мы любим Бога, который умер за нас, который заплатил своей болью за наши боли. Знаете, я помню, я разговаривал с одним братом, и они разводились со своей женой, и мы с ними имели открытую беседу, и он мне говорил такие слова. Я говорю, что ты разводишься, почему ты не борешься за свою семью? Он мне сказал, пастор, она мне сделала больно, она ранила мое сердце. Я говорю, ну хорошо, ну сделала больно, ну прости ее. И знаете, он не был готов на это, он не был готов больше свою боль поменять, ну поставить, он поставил свою боль выше, чем боль, которую претерпел за него Иисус Христос. Он поставил свои раны больше за те раны, которые претерпел за него Иисус Христос. Знаете, Я хотел бы сказать сегодня для нас, нет больше той боли, которую за нас протелпел Христос, нет больше тех ран, которые за нас имел Иисус Христос. Если мы хотим в своей жизни получить свободу, если мы хотим в своей жизни получить победу от всяких ран, от всяких обид, от всяких переживаний, есть простой и единственный секрет. Поставить боль Иисуса Христа больше своей боли, больше своих ран и больше своих переживаний. Если мы выберем его боль и выше своей боли, придет в нашу жизнь исцеление, освобождение, очищение, Бог избавит наше сердце. Знаете, Иосиф так поступил, он сказал своим братьям, я боюсь Бога больше, для меня то, что сделал для него Господь, было больше тех ран, той обиды, тех переживаний, которые нанесли ему братья. Иосиф сделал свой выбор, да, это непросто, да, это может быть неразовое решение, но если мы это делаем, Бог благословляет, Бог благословляет нас. Я расскажу вам примеры своей жизни, какое-то время назад произошла ситуация, и мне не собирались делать больно, это не было преднамеренно, но есть, знаете, такие ситуации, когда вот что-то происходит, и тебя оно так сильно как бы ранит, аж, знаете, до глубины души. Бывает у вас такое в жизни? Бывает. Не так часто, но бывает. В моей жизни так было несколько раз. Вы знаете, те предыдущие разы, когда у меня такое было, когда вот ситуация, вот что-то происходит, тебя так сильно задевает, моя плоть кричит, она, скажем, ей больно, ее заделось эго самолюбие, она кричит, она бунтует, она пытается как бы, ну, отстаивать свои права, и ей хочется все бросить, всех как бы, как мягко это сказать, вы поняли, да. И, знаете, в моменты предыдущих разов, когда так было, включается здравомыслие, включается здравый рассудок, включается, как бы, ну, адекватность принятия решения, и ты начинаешь взвешивать то, 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 и раз, и думаешь, зачем это все, ну, успокойся, плоти, расслабься, возьми себя в руки, и, как одна сестра говорила, ну, успокойся, тебе сказала, да. А знаете, в этот момент было по-другому, плоть орет, я ей, как бы, какие-то здравые мысли привожу, она вообще, как бы, все отвергает, и вообще не собирается успокоиться. Знаете, я даже, как сказать, наблюдая на это со стороны, внутри себя этот конфликт, да, даже был немножко удивлен, думаю, ну, ничего себе, плоть разбушевалась. Знаете, вот так бушуя, бушуя, хотя, помню, дома ходил по участку, бушуя, что-то себе внутри там, война происходит, я услышал внутри себя несколько слов. Ну, это были простые слова, если можно кто-то выйти поиграть, простые слова эти были, ты мог бы это претерпеть ради меня. Знаете, это прозвучало внутри меня так громко, я аж так встрепенуло меня, и вдруг я начал понимать ту боль, которую Иисус Христос претерпел за меня на кресте, за мои неправильные поступки, за мои неправильные дела, за мои неправильные мысли, она намного больше той боли, которую я переживаю. Знаете, в тот момент я принял для себя решение, я внутри себя сказал, Иисус Христос, я ценю твою боль и твои раны больше, чем та боль и те раны, которые есть внутри меня. Знаете, моя плоть успокоилась, успокоилась на время, я думаю, о, все, уже победа, потом через время она опять, давай, как бы, ну, вспоминать это все и проецировать, и дальше требовать свое. Все, я опять повторил то же самое, для себя принял решение, я ценю ту боль, те раны, что сделал для меня Иисус Христос больше, чем та боль и раны, которая произошла в моей жизни. Знаете, так было несколько раз, и пришло исцеление, пришла свобода, пришло благословение от Бога. Давайте мы сейчас поднимемся. Иосиф сдал эти три экзамена. Бог или беззаконие, он сдал экзамен на святость. Бог или выгода, он сдал экзамен на ценности. И третий экзамен, Бог или боль, экзамен на любовь. Он принял для себя решение, я люблю Бога, больше, чем мое непрощение, больше, чем моя боль, больше, чем мои раны, больше, чем моя ненависть. Он принял это решение. В результате Бог благословил его. Как результат этих решений, да, Иосиф временами платил за эти решения цену. Он попадал в ров, он попадал в темницу, но как результат он имел самое большое благословение. Библия называет это так. Бог был с ним. Бог был с ним. Наш Господь Иисус Христос, Он тоже сдавал все эти три экзамена. Он выбирал Бога вместо беззакония. Христос, когда был на земле, Он не сделал ни одного греха, ни одного зла, ни одного беззакония. Христос не сделал на этой земле. Он выбирал Бога или выгоду. Иисусу Христу предлагали сделать Его царем. Дьявол предлагал Ему все материальные блага этой земли. Христос отказался. Иисус Христос сдавал экзамен на боль. Он нес на себе раны. Он нес на себе боль за грехи и беззакония каждого из нас. Он выбрал быть верным Богу, исполнить волю Божью до конца. Знаете, я подумал, а что Иисусу Христу помогло, дало силы все это сделать? Первое, это решение поставить Бога на первое место. В этом уравнении Он выбрал Бог. Но также Иисус Христос, выбирая беззаконие, выгоду, боль, Он видел каждого из нас. И знаете, в этом уравнении мы можем поставить для себя, Христос видел, я на себе приведу пример, Юра или Он имел такой выбор. И знаете, Он в этом выборе определился. Он поставил точку в этом уравнении после моего имени, после имени Юра. Точно так же имя каждого из нас. Христос поставил точку. Он не ставил точку в конце, там, Юра или беззаконие. Если точка там, всегда будет идти эта борьба. Но Христос для себя определился. Он ставит точку после имени каждого из нас. Братья и сестры, до какого времени мы будем сражаться, бороться с зависимостями, с грехами, с обидами, непрощением, болью. Знаете, до того момента, пока мы не перенесем точку. Если мы в этом уравнении поставим точку, Бог и точка – это моя ценность, это мой выбор, это мое решение, искушение прекратится. Может сразу, может со временем, но Бог даст выход, Бог укрепит и Бог благословит. Говорит, я хотел бы сейчас в этой молитве совершить молитву за некоторые категории людей. Я хотел бы помолиться за людей, которые прямо сейчас находятся в моменте выбора. Прямо сейчас вы находитесь в моменте выбора. Бог или? Чтобы Бог дал силы принять правильное решение. Я хотел бы помолиться за людей, которые приняли решение правильное, вы выбрали Бога, но как Иосиф, попали в темницу, попали в ров, вы поплатились за ваш выбор. Знаете, я хотел бы, чтобы вы почувствовали, Бог ценит ваш выбор. Он рядом, Он с вами, и Он вас благословит. И третье, я хотел бы помолиться за людей. Возможно, вы сделали неправильный выбор, вы что-то неправильно выбрали в этом уравнении. Бог хочет дать вам еще один шанс. Сегодня есть возможность сказать, Господь, я выбираю Тебя, я выбираю отношения с Тобою. Давайте мы помолимся. Господь, во имя Иисус, мы благословляем Твое святое имя. Иисус, спасибо Тебе, за то, что Ты выбрал каждого из нас вопреки своей выгоде, вопреки своей боли, вопреки своим ранам. Ты выбрал каждого из нас вопреки беззаконию, Господь. Ты сделал свой выбор, подя на крест, заплатив за наши грехи, за наше беззаконие, Иисус, за наше зло. Спасибо Тебе, Иисус. Сегодня моя молитва, я молюсь за каждого человека, кто находится сейчас в моменте выбора, кто стоит перед этим выбором. Бог, дай силы сделать правильный выбор. Дай не поддаться ни на беззаконие, ни на выгоду. Дай не поддаться, Господь, на боль, чтобы не остановиться, ни сойти с дистанции. Благослови каждого человека, принять решение, выбрать Тебя, Иисус. Мы молимся и просим за каждого человека, кто сделал свой выбор, но несет ответственность за этот выбор. Попал в темницу, попал в ров, имеет сегодня переживания, Иисус. Бог наполни этих людей, особенно своим присутствием. Дай им ощутить, Господь, что Ты доволен их выбором. И придет время, Ты благословишь, и все станет на свои места. Бог наш, мы молимся и просим за тех людей, кто сделал неправильный выбор. Дай еще один шанс. Дай силы, Господь, обратиться к Тебе, следовать за Тобою и служить Тебе. И благослови, Господь Иисус, всех нас, кто делает правильный выбор. Будь с нами, направляй нас, веди и прославься. А Тебе одному мы воздаем всю честь, всю славу и всю хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте Богу славу воздарим.